итак друзья всем привет рад вас приветствовать на своем канале и жмота с того бока сегодня речь пойдет у нас о коленвале из планета 5 что я хочу что вы увидите в этом видео был перепрессован коленвал заменен шату и запрессована другая втулка потому что я буду использовать старый поршень который уже походил вот это черное напыление это м с 2020 так называемая я не снимал как я это делал потому что не планировал снимать видео но повел желание так вот значит мы сейчас с вами будем подбирать палец в этот поршень и в этот шатун но развертки я вам покажу позже которые мне прислали это постоятель зависит так вот будем значит втулка уже запрессована сюда нам осталось только подобрать палец по диаметру для поршня и для втулки чтобы все было соусно не соусно а плотно потом уже я буду в другом видео будем с вами разворачивать верхнюю головку шатуна и поршень то есть такое краткое видео просто некоторые чтобы у вас было понимание как это все происходит и так старый пальчик который тут был установлен вот такие повреждения двигатель давно стоял здесь вот ржавчина там и такое прочее но вот эти места которые идут в бабушке поршня они целы мы по ним сейчас отмерим сколько какого диаметра палец был старый и здесь вот у меня есть несколько новых пальцев современных китайских будем из них подбирать почему китайских ну есть и не и не китайский но сейчас обо всем по порядку и так будем делать замеры старого пальца возьмем вот такой инструмент микрометр точность его деления 1 сотая и будем сейчас мерить мы знаем что палец на планете 15 0 до стандартно у 15 мере вот здесь у нас получается минус пол сотки пример ну почти сотка так поворачиваем пальчик на 90 градусов и еще раз делаем замер то же самое поправим другой стороны я не буду каждый раз показывать то есть те же самые размеры минус сотка 15 минус 1 сотка ну вот уже имеем какое-то представление посмотрим как он сидит в поршне здесь одна из бабушек замята чуть-чуть вот видно да то есть он без какого-либо усилия проваливается туда естественно при нагреве так как разный коэффициент расширения у стали и у алюминия палец будет здесь болтаться здесь вот даже слышно ну микрофон у меня далеко мне слышно что палец имеет люфт болта так 15 минус 1 сотка смотрим что у меня есть у меня значит есть российский палец вот такой я их уже мерил длина его совпадает так шесть шестьдесят три и шесть мерим этот вот этот шестьдесят пять интересно уже да это российский я повторюсь но он обработан криво косо здесь по-моему я даже его мерил он имеет некоторую консность но он ровно 15 0 вот здесь 15 0 поворачиваем то же самое 15 0 посередине 15 0 поворачиваем тут уже полсотки разница то есть он уже неровно ну и с другой стороны тоже минус полсотки то есть у него полсотки он под конус уходит вот тут опять 15 ровно то есть немножко то есть если я сейчас зажму вот зажму сейчас вот так с одной стороны зафиксирую то палец по идее должен да во всех проходить вот а тут он легко проскакивать тут я чуть зажимает а посередине он проскакивает то есть он полсотки в середине меньше чем по краям что тоже нехорошо значит есть вот такие вот китайские пальчики вот они блестящие торцевые части померяем для начала длину их повторюсь родной палец был 65 смотрим 64 один миллиметр короче дальше следующий 64 так этот не буду я с него втулку пока снимать так вот уже имеем некоторое представление что у нас есть что нам нужно сделать дальше сперва простой метод то есть берем старый пальчик и начинаем проверять вот этот проскакивает да у нас это был минус сотка 15 минус сотка дальше берем первый попавшийся пробуем не лезет следующий не лезет следующий о проскакивает точно так же он чуть чуть поплотнее чем старый поезжий на пальчик но тоже проскакивает но это собственно вот этот тот который россия по заявлению и еще один палец вот и он тоже здесь проскакивает но сидит плотник ну то есть нет лифта такого он от руки заходит но люфтов никаких практически нет дальше будем проводить измерения я уж вам не буду каждый пальчик показывать на камеру с его размерами вы поверьте мне на слово так значит этот мы откладываем сразу он прослаблен кривой вот это тоже проскакивает но это же по факту нас вот два пальца то есть у меня только в наличии давайте померяем что мы имеем у нас вот видите он уже не лезть я в прошлый раз я зафиксировал на 15-0 отпускаем смотрим здесь у нас получается плюс 2 сотки то есть 15 2 размер пальца 15 2 15 2 теперь поворачиваем вот так 15 2 ну вот он тоже немножко неровный чуть больше чем 15 2 15 2 так этот 15 2 у нас пальчик последний ремонт по моему бывает были еще 15 1 если не ошибаюсь да вот оно а это вот 15 1 палец 15 1 вот он то нам и нужен скорее всего меряем дальше ой 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 да нет 15 1 15 1 15 1 поворачиваем 15 1 15 1 но он тоже вот к середине он чуть пухлее чем по краям 15 1 такой вот вид он имеет но там полсотки это и разница в пределах ну многоватка хотелось бы совсем идеальная может собираем для себя 15 1 15 1 но что поделать имеем что имеем с одним пальцем в магазин не поехать 15 1 значит и эти в сторону мы тоже убираем микрометра нам пока не нужно так же убираем и смотрим так он сюда не лезет это хорошо Потому что мы потом пройдем разверткой Вот эти бабушки Поршень старый Нам его не жалко Я его оставил, не стал растачивать Лишь потому что хочу вот это покрытие испытать МС Антифрикционное оно вроде как Он там несколько увеличился в размере Вот Ну посмотрим Так, пальчик не лезет, 15,1 Берем теперь коленчатый вал Так Коленчатый вал Коленчатый вал Советский, да, не сказал еще По поводу поршня Значит, что говорит нам литература Как должен здесь запрессовываться Палец Палец, значит В разных литературах Немножко расходится В одной литературе написано, что палец должен быть в нулях То есть, если палец 15,1, значит и отверстие должно быть в бабушках 15,1 То есть, ноль в ноль В другой литературе я читал, что натяг нужно делать 2 соток Значит, более поздние планеты, вот там в ноль рекомендуют Более ранние, до третьей Там говорилось о том, что должен быть натяг Ну, я считаю, что можно сделать натяг Потому что, когда я буду проходить разверткой Это все не идеально Поверхность будет Металлический палец, он будет расширяться Более интенсивно, чем Точнее, алюминий будет расширяться более интенсивно, чем металл Соответственно, пальчик будет отпускаться То есть, вот эти 2 сотки на тяга Они выработаются и примерно там В около нулевую придут положение То есть, возьмем, получится у нас что-то, нечто среднее Что рекомендуется И что хочется Ну, на планете Планета это низкооборотистый двигатель Форсировать я его не собираюсь Будет просто стандартный двигатель Как он шел с завода Так, смотрим Что у нас здесь С коленчатым валом Камера Так Пальчик сюда Заходит Ну, вот он Как должен То есть, притык Отлично Мне Мой расточник На станке сделал все как нужно Все как нужно То есть, палец входит С усилием Но дальше не идет Соответственно, когда Когда я буду разворачивать Я могу Вот Он Чуть заходит Даже Даже Отлично Просто замечательно То есть, не придется Много Проходить Разверткой Да, я его запустил, конечно Но это нормально Ну, на этом все В принципе Остальные нюансы Я расскажу в следующих видео А это, в принципе То, о чем я хотел сказать И я сказал На этом все Всем доброго И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok